Сегодня в нашем обществе активно обсуждаются нововведения, касающиеся призыва на военную службу. На этом фоне 1 апреля в России, в том числе и в Тверской области, стартовала весенняя призывная кампания. К слову, она знаковая, причем не только для жителей Верхней Волжи, но и для всей страны. Новобранцев соберут в стенах нового, самого первого в стране цифрового военно-комиссариата. Чем он отличается от прежних и какие еще нововведения в призывной кампании это весной нас ждут, расскажет наш корреспондент. Пресс-конференция военного комиссара Тверской области, посвященная весеннему призыву, впервые прошла в зале нового военкомата. Первым вопросом стало повышение призывного возраста. Как пояснил военком, в этом году также призывает от 18 до 27 лет. Вот в следующем нижняя планка вырастет до 19 лет, через год до 20, а затем призывать будут от 21 года до 30 лет. А вот повестку теперь можно получить по электронной почте. Особенность весельного призыва, оповещение граждан на заседании призывных комиссий будет осуществляться преимущественно дистанционно, посредством использования государственных интернет-порталов и интернет-почты. В случае отсутствия такой возможности, то оповещать будем, как и прежде, повестками. Комиссар подчеркнул, призывники не будут проходить службу в зоне СВО. Кроме того, молодые люди, у кого есть семьи или родители пенсионера, останутся в границах нашего региона или соседнего. А если окончил вуз или колледж, можно заключить контракт. Но служить придется два года. Зато также на территории Верхневолжья. Вот именно те граждане, которые ранее не проходили службу по призыву, мы их определяем в те части, которые априори не могут участвовать в специальной военной операции, в связи с тем, что их специфика не подразумевает это. Так, согласно указу президенту, любой, кто подписывает контракт, свой первый, соответственно, последующий, имеет право на выплату. 195 тысяч рублей. Данные граждане также на эту выплату имеют право. Весенняя призывная кампания первая для нового цифрового военного комиссариата, который был построен в Твери в рамках пилотного проекта о реновации. Важность этого события отметил и глава региона. Новый цифровой военкомат Тверской области должен стать флагманским образцовым объектом в рамках дальнейшего развития сети военкоматов Российской Федерации. Здесь есть комфортные комнаты для расположения призывников, столовые с хорошим меню, медицинские кабинеты, в том числе стоматологический и офтальмологический. Кабинеты, которые оснащены современным медицинским оборудованием, имеются полный набор инструментариев, созданы условия не только для призывников, но и для сотрудников. Специальные условия для попить чай, прикусить. Кроме того, оснащен специальным оборудованием класс профессионально-психологического отбора. Предназначено для более качественного изучения граждан и предназначения их в команды, в режимные команды, для учебных и воинских частей. То есть нужно их определить в категории профессиональной пригодности. Тестировать призывника начинают при входе. Здесь же экспресс-лаборатории, которые проверяют в том числе на коронавирус. Первые протестированные по всем показателям призывники уже 20 апреля отправятся к месту службы. Отправка будет осуществляться до 15 июля. Тверские ребята поедут служить в разные роты войск. Росгвардию научной и спортивной роты, роту почетного караула, преображенский полк и другие.